В разгар лета начинается активный сезон отпусков. Чтобы не испортить отдых, нужно не только собрать все необходимые вещи, но и позаботиться о безопасности. В этом поможет вакцинация против коронавируса, которую можно пройти в университетской клинике Казанского федерального университета. О том, как подготовиться к процедуре и какие рекомендации необходимо соблюдать, смотрите далее. В университетской клинике Казанского федерального университета уже завершили вакцинацию почти 6 тысяч человек. И привилась первым компонентом вакцины более 7 тысяч. Однако, прежде чем сделать прививку, необходимо выяснить, есть ли противопоказания к процедуре. Например, беременность, аллергии на компоненты вакцины и другие. В качестве противопоказания это возраст до 18 лет, какие-то острые состояния, обострение хронических заболеваний. То есть, если человек здоров, в принципе, он может привиться. В плане после прививки, что нежелательно делать, это занятие спортом, употребление алкоголя, посещение саун, бань. Рекомендации следует соблюдать, чтобы не осложнять возможную реакцию после прививки. В первые сутки после введения вакцины может появиться озноб, незначительное повышение температуры тела в пределах 37 градусов, недомогание и другие. Все это норма. Однако, если неприятные симптомы держатся более трех дней, а температура поднимается выше 37 градусов, необходимо обратиться к врачу. Если осложнений не наблюдались, то спустя 21 день необходимо ввести второй компонент вакцины, после чего пациент получит сертификат о проведении вакцинации. Для того, чтобы получить сертификат, необходимо быть зарегистрированным на госуслуги, иметь подтвержденную учетную запись. После этого мы уже переотправляем данные, как только пациент провакцинируется, им приходит сначала дневник о вакцинации, после первого этапа и после второго этапа уже приходит сам сертификат. Напомним, что привиться можно в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского 2А. Запись по телефону 233-30-00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНЕЛС. На сегодняшний день в клинике можно привиться вакциной «Спутник Ви». Диана Желенкова, Ленарта Влетьяров, Универ Ньюс.